Всем привет, меня зовут Снежана, и наконец-то до меня докатился жуткий книжный марафон-анонс. Я сейчас попробую ничего не забыть сказать. Делаю кратенькую справочку, хотя мне кажется, учитывая, что я выпускаю все это в седьмой день, в последний, все уже все посмотрели. Вы пришли уже в понедельник с ощущением того, что вы ловите своих последних покемонов, которые вам осталось из этого списка, вы уже в курсе всего. Но на случай, если вы вообще, я вообще вот только, не знаю, сегодня вернулись из отпуска, например, у вас, наверное, был месяц отпуска, вы ничего не слышали, вы были отключены от интернета, я начинаю завидовать этому. Но, допустим, у вас такая ситуация, рассказываю. Жуткий книжный марафон – это не что-то новое. Это вообще популярная тема на Буктюбе, и англоязычные ребята, кого я смотрю, они вообще, там октябрь начинается, там все обкладываются тыквами, игрушками новыми, подушками и вот этим вот всем добром. И наши точно так же в октябре что-то дочитают подходящее под просто ощущение осени. Осень – это всегда хорроры, детективы, триллеры, готика. Для меня это всегда скандинавы, как правило. В прошлом году я делала большой выпуск по том, что почитать осенью из скандинавов. Тема-то довольно старая, но как-то в этом году все внезапно завертелось, закрутилось, и мы все чуть-чуть есть в большой такой компании «20 плюс человек», которые составили шаблон, список тем. Там еще есть два вопроса с подвохом. В результате у каждого блогера получается сделать что-то абсолютно индивидуальное, чего вы потом не услышите ни у кого другого с этими двумя вопросами. И потом, когда ты начинаешь обдумывать, сколько человек, как все это круто, мощно, масштабно, это очень здорово. Все ребята в описании, открывайте описание. Там все вопросы. Там ссылки на всех, кто участвует. Там ссылка на мою телегу. Почему телега? Потому что в телеге я выложу пост с шаблоном, со своим выбором, где у вас наглядно все это будет видно на картинке. Плюс рядом в этом же посте будет лежать пустой шаблон, и можно будет тоже бложечек туда натыкать, то, что вы выберете, почитать. Все это, как Соня посчитала, примерно. То есть 20 плюс человек, больше 100 книг. Если отсмотреть все видео, мне кажется вообще, как будто бы на ютюбе, на русском пространстве такой подборки на октябрь не было никогда. Максимально разные комбинации. Вообще все это исключительно, конечно, для фана. Для удовольствия, попробовать, если вы никогда не читали эти жанры, если вы хотите что-то действительно взять для себя, а вы это не любите. Вы просто, когда всех отсмотрите, вы понимаете, что вы можете выбрать что-то полегче, что-то потяжелее, фэнтези, фантастика, романтика, да там охренеешь от этого выбора. И учитывая, что это все для фана, вы можете сделать абсолютно сборную солянку. Из этих семи можно мысленно поставить себе в зачетку, что у вас все получилось, если вы прочитаете минимум три истории. Вот три истории прочитываете, вы молодец, можете больше. Я планирую закрыть полностью все. Мы с вами, когда встретимся на итогах, ну пока я вроде как иду по графику. Надеюсь, что я уложусь, у меня все будет отлично, я хочу закрыть все семь пунктов. Но я человек такой, который поэтому не строит планы, потому что если планы построены, их нужно выполнить все. Не надо так заморачиваться. Итак, сами вопросы. У нас пять вопросов. Снежана, открой шаблон, ты же их не вспомнишь. Так, погнали. Пять основных вопросов, которые общие для всех. Первый. Нечисть вышла на улицы, жуткая городская история. Некоторые пункты из этого списка, когда ребята их составляли, а я начинала мысленно прикидывать, что бы я могла почитать, я, честно говоря, метала слегка в панике. Как будто бы из того, что у меня стояло в списках, я не могла определить, если это не читано. Это городская, это не городская. Но по итогу я решила, что даже если это будет не сильно городская история, я все равно натяну эту саву на глобус. И, наконец-то, прочитаю, конечно же, Бонго, если я правильно помню, потому что я открыла шаблон без своих картиночек. Я прочитаю в финале «Джон умрет». Мы будем разговаривать об этой книге, которая гремела какое-то время назад. Когда ты пытаешься понять, что это такое, ты не понимаешь, что это такое. Вроде как это какой-то трэш, вроде это что-то смешное, вроде это что-то страшное, непонятно, что тебя ждет. Но самое главное, на что я надеялась, когда я выбирала этот роман, это то, что там будет город. И это практически сразу был мой единственный основной выбор. Дальше «Мампир в Пенсне», жуткая классика. Я очень-очень-очень давно хочу перечитать «Дракулу». У меня какой-то незакрытый гештальт по этому поводу. Я перечитала уже «Франкенштейна», не помню, два года назад, год назад. Когда-то я его перечитывала. А почему? А потому что у меня стоит «Акра», это журнал Виктора Франкенштейна. Но в итоге в моей голове нужно обязательно перечитать «Дракулу». И вот я все пытаюсь, 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 пытаюсь. Я такая, все, перечитываю «Дракулу». Я начинаю его читать. Вы не думайте, что я такая, знаете, беру и все семь книжек прочитываю за месяц. Потому что вообще-то у меня есть еще чтение по работе. У меня есть чтение для книжных клубов. Для одного книжного клуба окей. У меня есть свои какие-то определенные читательские планы помимо этого. И я, как только мы определились с жутким книжным марафоном, я начала потихоньку начитывать. Поэтому вы не переживайте, если вы не успеете прочитать все семь. У вас не хватит месяца. Расслабьтесь. Прочитайте три. Да, я начала читать «Дракулу». Я прочитала, на самом деле, всего лишь страниц 10. И поняла, что я ужасно не хочу его читать. Мне не идет. Мне очень нравится. Все отлично. Я люблю Викториану. Викториан – это вообще мой конек, по сути. Но я не могу. И я, в общем, пострадала бустером в чат. Потом подумала о Кормиле. Потому что Кормила, вроде как, это перед Дракулой. А вот тогда, по идее, действительно нужно прочитать сначала Кормилу, потом читать Дракулу. Короче, вы понимаете, я варилась в этом соку. Решила сделать ход конем. Я просто отринула все эти варианты. Когда я шла на работу, я быстренько сбежала в Катарсис. Это наш магазин книжный в Калининграде. И купила этот сборник. «Мистические истории. Абсолютное зло». Я, честно говоря, даже не читала аннотации. Я знаю, что это вроде как сборник классических авторов. Викторианских как раз различных. И 13 готических историй, созданных английскими и американскими писателями 19-20 веков. То есть это жуткая классика. Обнозначно. Абсолютное зло роскошно звучит. Прекрасная обложка. Я очень давно засматривалась на эти сборники. Я взяла 4 штуки сборников. Не один, но в марафон я прочитаю именно конкретно этот. И я подумала, ну вот я давно смотрю в Катарсисе на эти сборники. Так что я вот и куплю. И мне тогда не нужно читать Гармилу. Мне тогда не нужно читать Дракулу. Это когда-нибудь потом обязательно сделаю. Но вот сейчас не хочу. Вот. Я буду читать сборник этот рассказов. Надеюсь, мне понравится. Но я уверена, что мне понравится. Я люблю Викториану. Третий пункт. С которым у меня, по-моему, тоже были проблемы. Да, у меня тоже случились проблемы с третьим пунктом. Это «Заброшенный дом». Готика или детектив. У меня стоит Анна Радклев. И с тех пор, как я полюбила Нортенгерское аббатство Джейн Остин, а этому уже много-много-много-много-много-много лет, я знала, что когда-нибудь я Анну Радклев прочитаю, потому что в Нортенгерском аббатстве главной героине у нас зачитывается Анна Радклев. Ну и вообще, как бы, Остин продергивает все эти готические истории в этом романе. Поэтому тут я смотрю «Готика» или «Детектив». Радклев вполне себе «Готика». Классическая «Готика». Надо брать. Я такая, все, читаю «Итальянца». Какая я молодец, наконец-то. Ну, наконец-то я ее прочитаю. И потом я такая, смотрю на ее объем. Смотрю на объем «Дракул». На тот момент я еще не знала, что я его не буду читать. И потом я вспоминаю, что у меня не дочитал «Лакснес». Я такая, ой, все, я не могу, я не хочу, не хочу читать «Итальянца». Ну и, в общем, я не буду читать «Итальянца». Я в итоге поставила себе в планы Сара Уотерс «Маленький незнакомец». У нас здесь значится заброшенный дом. И когда я достала Сара Уотерс, тут написано «Действие разворачивается в обветшалой усадьбе». Я такая, опачки, моя остановочка. Я сделала идеальный выбор. Он не слишком толстый, он не слишком тоненький. Мне будет дико интересно, потому что я у Сары Уотерс уже читала роман. Мне нравится, как она пишет. Мне нравится увлекательность. И я такая, все, супер, отлично читаю «Маленького незнакомца». Третий выбор сделан. Кошмар с первого взгляда, жуткая обложка или название. У меня есть трилогия Йона Айви де Линквиста. Я очень хочу ее прочитать. И там очень стремная третья книга. Но я не могу ее прочитать, потому что я первые две не прочитала. Они толстенные. Это должен быть отдельный челлендж, отдельная цель с какими-нибудь дневниками для бустеров. И вот это вот все. И я понимаю, что я, конечно, Линквиста сейчас не потяну. Поэтому остального-то у меня особо и нет. Но я решила, что я буду смотреть не на обложку. Я знаю, что очень многие выбрали этот пункт именно по обложке. Я решила смотреть по названию. И есть один роман, который пугает меня по названию. Ну, он не пугает. Меня на самом деле мало что может испугать, не считая Аутласта. Но название криповое. Вот оно прямо срань, полное срань. И я решила, что я его перечитаю. На самом деле есть экранизация, которую я должна была посмотреть еще тогда, когда я читала первый раз. Но я решила, что я хочу это перечитать. Потому что почему бы и нет? У нас нет никаких вообще здесь запретов на перечит. Поэтому я буду читать «Дьявол всегда здесь». В свое время мне очень понравилась эта книга. И я такая, боже, это название. Там такое творится. Роскошно для жуткого книжного марафона. Пятый пункт. В черной-черной комнате. Намекая на эти прекрасные русские развлечения, черный-черный гробик катит по черной-черной дороге и в разных вариациях. Книга от русского автора. Проблема моя была в том, что я не читаю русскую прозу. Не читаю классиков. Но Льва Толстого я уже перечитала. А Достоевского я пока не хочу перечитывать. И вот я такая, да, что же делать? Слава богу, есть Даша, которая просто кричала об этой книге. И когда я в чатике для бустеров тоже сразу прилетела. Такая, да, да, ее нужно брать. Я такая, окей, все, ладно, я беру. Меня еще привлекло то, что это жанровое. С жанровой русской прозой мне все-таки полегче. И что это автор-мужчина. Все-таки тут мне вообще в разы легче с моей любовью к мужским романам и к авторам-мужчинам. И то, что это что-то вроде про каких-то жутких тварей, должно зайти. Поэтому я, короче, выбрала заступу. Какая-то должна быть уже популярная штука. Потому что вроде как о ней говорила Людмила, если я не ошибаюсь. А Даша, кто-то еще собирался ее читать вроде бы. И я, в общем, поддалась просто Дашиным уговорам. Решила, что ладно, если уж выбирать русское, я точно не хочу все эти страдания на 90-х. Еще какие-нибудь страдания. Я хочу простой мужской прозы про то, как режут всяких тварей. Отлично. Читаем заступу. Вот дальше начинается два особенных пункта. Во-первых, сейчас мне понадобится ваша помощь. Готовьте ваши пальцы, готовьте ваши клавиатуры, телефонные или компьютеров. Потому что шестой пункт – байки у костра совет от зрителя. Пожалуйста, советуйте мне много разных книжек. Но я буду эгоистичной. Мои коллеги очень добродушные. Они готовы читать все, всякое и так далее. Пожалуйста, не советуйте мне русскую прозу. Моя норма русского выполнена. Посоветуйте мне да все, что угодно. Все остальное я прочитаю, даже французов. Шанс на чтение будет больше, если вы посоветуете мне какой-то трошак, какую-то шизу, какой-то кровь, кишки, расповсюдила. Что-нибудь, знаете, вот такое, где герой отбитый настолько, что вот прям можно отбитых до мерзения. Можно отбитых до того, что ржешь до невменяемости. Можно что-то максимально странное, вот такое психозное. Я не знаю, как еще это определить. Но, короче, если вы знаете роман, похожий на «В финале Джон умрет», можете смело советовать. Если вы знаете роман, похожий на «Дьявол всегда здесь», можете советовать. Ну, я еще не читаю Кинга. Поправочка. Я не читаю Кинга, поэтому Кинга можете тоже не советовать. Это бесполезно. Но я думаю, у нас много авторов в жанре хоррора. Я уверена, что вы что-то дочитали. Вот что прям совсем, совсем безумие. Я хочу безумия. У меня, на самом деле, действительно, жуткий книжный марафон сложился под этим знаком всякого отбитого. И я хочу, чтобы тогда, вот, например, книга «Ваш совет» чудесно встроился в эту конву, и я прочитала еще что-нибудь отбитое. Поэтому, пожалуйста, что-нибудь такое. Мне даже интересно, сможете ли вы найти, посоветовать мне что-то такое. Потому что я, конечно, после, например, того, как выбрала в финале «Джон умрет», ну, вот заступа, почему нет. И, конечно, мой седьмой пункт, который я сделала, свою индивидуальную тему, я поняла, что да, мне хочется чего-нибудь вот такого. Кровь кишки расповсюдила, как говорится. Последний пункт, седьмой пункт, это чисто индивидуальщина. Каждый из нас, из участников, определяет, какой это пункт. Каждая тема, у кого-то там привидение, у кого-то советское прошлое, еще что-то. А я, так как в последнее время активно читаю мангу в бумаге и вообще поставила ее на регулярный поток, решила, что я заодно и прочитаю мангу. Тогда вот мой, пожалуйста, пункт. Он называется «Веселые картинки». Потому что почему бы и нет. Манга с жанром ужасы. Мне уже советовали, у меня уже стояло в планах. Последним в жутком книжном марафоне пунктом у меня стоит «Дора Хидора» с дробнем. Довольно большая история. Там 20 с чем-то томов. Я думаю, «Дора Хидора» отлично, прекрасно оттенит самое начало жуткого книжного марафона с Дэвидом Вонгом или он Дэниел Вонг. Хзэ, хзэ. Лайфлип, я не хочу тебя оценивать никогда примерно. Ну-ка, Вонг. Пожалуйста, пусть он будет Дэвид. О, он Дэвид. Какое счастье, он Дэвид. Я и имена. Не только персонажи, но и авторов. Короче, да, «Дора Хидора» станет идеально во всю мою психушечку. Присоединяйтесь. Как я уже сказала, я очень жду того, что вы мне насоветуете. Пожалуйста, насоветуйте мне всякой шизы сумасшедшей, безумной, кровавой. Очень кровавой. Я хочу, чтобы прям, знаете, там, люди резали друг друга, если что, не стесняясь. Я нормально к этому отношусь. А, а еще, а еще, я, конечно, была бы не я, если бы не посоветовала еще ему зло. Потому что я тот человек, который читает всегда книжки под какую-то музыку. Я помню, что я год назад, когда делала видос по осеннему чтению не по скандинавам, я там тоже советовала музыку, какую можно послушать осенью. И вот вам мои рекомендации по поводу моего списка. То есть, под что мой список можно читать? Берите на заметку. «Финаль Джон Умрет», «Дора Хидора». И вот это вот все можно с удовольствием прочитать, конечно, под «Сим». Это два альбома. Это альбом «Play Dead». Но самый-самый, наверное, главный альбом. Он просто такой более безумно драйвово. Примерно, как все вот эти истории. Это альбом «The Beautiful People». Максимально рекомендую. То, что надо. А всякую другую мрачнятину. Готичненькое. Вот это вот все красивенькое такое. Очень классно читать под «Синергат». Но «Синергат» я слушаю. У них какие-то конкретные альбомы. У них, к сожалению, очень мало дискографии. Я просто включаю у них все. И оно вот там по порядку играет. А еще, конечно же, прекрасный альбом «Port Noir». «Anyway the Wind Carries». Что-то вроде этого. Тоже очень сильно рекомендую. Там чудесные треки, которые отлично теняют какие-то более тягучие истории. Если мы говорим про атмосферное чтение в октябре. Книги выбраны. Музло выбрано. Идем, как говорится, читать. И мы с вами встречаемся. Мы с вами встречаемся. Потому что официально марафон у нас идет до 31 октября. Но я выпускаю видосы по понедельникам. 4 ноября будет, наверное, слишком поздно уже. Да и там, если честно, я уже начну готовиться к Рождеству. Давайте так. Мы встречаемся с вами по итогам. Потому что все будут делать это в разных форматах. То есть, конечно, кто-то снимает во влогах. Кто-то будет делать много выпусков. Кто-то будет делать один выпуск. Я не буду мешать жуткий книжный марафон свой со своим прочитанным нежутким. Вот конкретно по итогам сегодняшнего видоса мы с вами встретимся 28 октября. Понедельник. Вот это я смело, конечно, поставила себе график. Если вы мне выберете какую-нибудь толстую книгу. Пожалуйста, пощадите. Нет, ну я, конечно, сильно нахальна и прошу кровавую шизу, да еще и небольшую. Но если у вас будет выбор посоветовать мне кровавую шизу, но она будет большая, все равно тогда ее советуйте. Потому что это лучше. Встречаемся с вами 28 и будем обсуждать все результаты и все мои впечатления. Потому что, на самом деле, я не читала что-то такое специально по атмосфере именно хоррорное. Хотя я очень хорошо отношусь к хоррорам. Я люблю всю эту тему. И для меня это все очень круто. То есть, у тебя есть целый набор книг, которые тебе создают определенный бэкграунд твоего существования в течение всех этих дней рабочих. Это очень интересное ощущение. Ну да, по поводу всех историй мы с вами встречаемся тогда 28. Все. Пишите, пожалуйста, ваши советы. Это прямо максимально ожидаю. В телеге, если что, встречаемся в телеграм-канале под постом. Вот выходит сейчас этот выпуск. Я одновременно выпускаю пост с этими шаблонами. Там же будут все мои выборы. Туда же вы можете накидывать в комментариях, когда вы соберете свой шаблон. И 28 мы уже с вами встретимся. И вы тоже мне расскажете, что вы начитали. По какому принципу вы формировали. Брали от разных ребят или читали по шаблону какого-то конкретного человека. На этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.